Итак, возлюбленные мои, я опять даю вам возможность что-то сказать, потому что нужно, чтобы выговориться, да, потому что опять наполнились, нужно высказать, нужно что-то прославить Господа, или вопросами, или своими впечатлениями, пожалуйста, кто желает. Это вот вы провели параллель, разговор на небе, разговор на земле, потом три друга, а что там за три друга на небе, может быть? Нет, дело в том, что связанные с небом потом были три друга, там описание. И психологический срыв, а как вы вычислили, что это психологический срыв? Дело в том, что мы будем с вами рассматривать, что эти друзья его побудили к тому, что он там проклял свой день, прождение, это был психологический срыв. То есть, когда они показали своими лицами, что они видят, когда он увидел в зеркале лиц, в своем состоянии, то он не выдержал вот этого взгляда. А, понятно. То есть, когда он не видел себя, то он не сильно это, вернее, не так сильно переживал. Боли были, но переживания были не настолько сильные. Но когда он увидел это зеркало, как поменялись лица друзей, как они себя вели, то он понял, что дело темное и тяжелое. Очень важно, кто на тебя смотрит в тяжелые минуты, да? Как кто подсказывает. Да, совершенно верно. Это зеркало получается. Да, и поэтому очень важно быть теми, которые несут милосердие, а не ужас в этот момент. Сейчас в нашей поместной общине мы переживаем опыт боли. Опыт боли, один из наших членов церкви, который в прошлом году принял святоводное крещение по вере, и начал развиваться, и все больше утверждаться, как чадо Божье, сейчас находится под влиянием разрушения рака. Четвертая стадия разрушения организма. И все мы, мы супереживаем ему. Но мы не создаем ужас, когда посещаем. Мы не просто лицемерно взбадриваем. Мы супереживаем, но так, чтобы ему помочь. Чтобы его направлять не на себя, а на отца. Мы за него молимся, понятно, в церкви, по отдельности, в малых группах и так далее. Но, посещая его, мы создаем уют. Чтобы он почувствовал в каждом посещении все более тесную связь с отцом. Как это очень важно в супереживании. Поэтому я как раз так и показал, что эти три друга, они связаны с разговором на небе. Они связаны с разговором на небе, потому что через этих трех друзей будет дьявол действовать. Теперь дьяволу не нужно говорить. Уже друзья скажут, что нужно. Поэтому здесь выходит еще очень интересный вывод, что самое страшное существо во Вселенной – это не дьявол. а непослушный Богу человек. И он может спокойно отдыхать, когда некоторые начинают действовать. Как вы сможете объяснить ваше мнение? Интересно. Вторая глава, первый стих. Пришли все сыны Божьи. Кто это были? Мы же говорили за сыны Божьи. Сыны Божьи – это ангелы были, да? Мы говорим, что те небожители, духовные существа, которые называют Бога Всевышним. Все понятно, спасибо. Пожалуйста. Может, кто-то из комментариев или что-то еще вопрос? Еще один, пожалуйста. Кто-то еще что-то не сказал. Вот мне хотелось бы, чтобы вы, ну, если это запланировано в лекции, дать разъяснение, вот как вы дали здесь короткое разъяснение, состраданию, допустим, что такое сострадание, сопереживание, милосердие, милость, вот чтобы мы четко представляли. Хорошо. Ну, я сегодня не буду давать урок греческого языка Нового Завета, но частичка со, 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 она су с греческим связана, очень похоже. Со – это совместно, совместно идти вместе в одной упряжке. То есть не просто на одного все взвалили, а он рядом стоит и проходит. А вместе пряклись и одинаково чувствуют и боль, и радость, и успех, и поражение. Я думаю, что самым лучшим в форме сопереживания и так далее – это форма дружбы. Друг никогда не оставит в беде. Поэтому здесь еще отец раскрывается как друг. И многим отцам, кто может быть имея детей, очень важно быть другом для своих детей. вот именно другом. Не просто сопереживать, а именно сопереживать. Значит, сострадание. Слово «страдание» вам понятно. Это кто страждет, помните, в Иахово написано, то пусть что? Молится. Кто радостен, пусть поет псалмы. Поэтому сострадание, связанное со словом «основы страдания», которое не просто физическое, а оно исходит из сердца и переходит, и сливается вместе с телом. Иногда люди болеют только потому, что проблема в сердце. Поэтому страждание – это состояние человека, как внутреннее и внешнее. А сострадание – это значит, другой понимает, что у тебя происходит в сердце. Он не просто смотрит, ой, как больно, а он как бы из сердца смотрит на все. И поэтому он знает, где нужно подставить плечо. Он знает, где нужно промолчать, где нужно взбодрить. Поэтому сострадание – это не просто копирование чего-то. Это сопереживание, как облегчить боль другому человеку, но на уровне сердца. На уровне сердца. Это вопрос души-окусительства. Если мы представим с вами такую аббревитуру, сердце, то вот событие S, верхнее, да, S. Событие. Происходит событие. Кто-то причиняет боль нашему другу. Событие. Какая естественная реакция? Е – естественная реакция. Кто-то будет возмущаться. Кто-то будет молчать. Кто-то будет кричать. Кто-то замыкнется на себе. То есть у каждого разное переживание, когда на него кто-то неправильно посмотрел, кто-то неправильно что-то сделал по отношению к нему. Есть определенная реакция. D – действительная неправда. Точнее, R – рациональная неправда. То есть как человек объясняет, меня обидели, со мной плохо поступили, Бог несправедлив, и так далее. Это вот называется человек, занимает определенную позицию, чтобы объяснить свое поведение. Вот если на этом уровне сами остановились, то страдания не будет. Мы будем угодниками людей. Поэтому дальше идет невидимая часть. Это сердечная часть. То есть это все было связано с внешним поведением, с мыслями. Там, где звучит такая мысль, если я жертва там, или я несчастный, или еще что-то. Но там дальше идет невидимая грань. Это там первое решение – D. Действительная правда. Что же Бог видит там? Как Библия говорит об этом состоянии человека? Следующая – C. Какова же цель? Что же, от чего мы достигаем, когда смотрим на такого человека? Е – есть там или праведность, или непрощение, любовь, Бог, футбол, мир, и так далее, и так далее, и так далее. Что там? И вот, исходя из того, что там в сердце, я могу помочь. Помочь. Если у человека там в сердце, то, что отделяет от Бога его, и дальше он просто идет и развивается неправильно на всех уровнях. То есть на престоле его сердца, например, находится непрощение. Вот на престоле сердца находится непрощение. То тогда отношение Бога к этому будет уже плохим. Это неправильно. И мотивы у этого человека будут какие? На базе непрощения. Какие будут мысли? Мысли будут о непрощении. Слова непрощения и жизнь непрощающая. Действие и жизнь непрощающая. Видите, оно все оттуда исходящее. Поэтому я смотрю на реакцию человека и потом учусь как бы поглубляться в его жизнь. Как Иисус Христос вошел в наш мир, воплотился, чтобы помочь нам, чтобы понять, а что же там в сердцах людей. И он увидел там страшную вещь. И это стимулировало его еще более идти на крест. Подобным образом и я, как душокопечитель, смотрю, что мне нужно там, в чем нужно именно подставить плечо. Это обличение. Как друзья. Только они же не понимали, они же не понимали, что там дальше еще есть ниже уровни. Они равняли его под себя, под свое учение. Они дошли до рациональной неправды. А Ио понимает, что он-то праведный. Он же знает себя. Он же праведный. Мы сейчас не говорим о законе греха в человеке. Мы не говорим о греховной природе. Мы говорим с вами о том, что связано с его делами, что связано с его словами. Вы вспомните, что он заключил с своим сердцем, чтобы смотреть на девицу. То есть и мысли чистые. Значит, тогда еще чище будет. Мотивы будут чистые. Мотивы были у него чистые. И будем говорить, и Бог видел его, отношение было нормальное. Потому что сердце было на престоле, мы говорили, богобоязненность. Мотивоязненность. Праведность. Но в первую очередь непорочность. То есть там все правильно было. Но у Ио была проблема в другом. С ним сыграла злую шутку совесть. Да, совесть. потому что с одной стороны возникает Бог, который праведный, любящий. С другой стороны Ио праведный, тоже любящий. И получается его действие Бога праведный и любящий. и оно логически не связывается. Мы будем рассматривать эту проблему, противоречию. Поэтому, когда мы говорим о сострадании, мы не говорим о внешнем сострадании. Вы поняли меня? И хорошо, что вы задали этот вопрос. Это говорится о том, что я все переживаю человеку на уровне его внутренних переживаний. А значит, только друг это может понять. Когда ты становишься другом, другому, ты его понимаешь. А чужому человеку со стороны, который живет, ты его не поймешь. Ты его не знаешь жизни. Ты с ним не соприкасался. Ты не был в разных ситуациях с ним, и хороших, и плохих. И поэтому ты не можешь ему помочь. Ты стоишь в стороне. Поэтому только сострадание исходит от друга. Поэтому сострадание это сопереживание другому, его состраждание так, чтобы ему помочь, и он мог выйти на новый уровень восприятия самого себя и окружающего мира. И так можно дать это определение. Я специально это так разжевал, чтобы вам было понятно. Это очень важная формировка сострадания. Вы поняли или надо еще повторить? Поняли, да? Это сострадание может быть только исходить. Как мы сказали, от милосердного, от милосердия, но добавим еще друга, настоящего друга, который находится рядом. Хорошо, друзья мои, давайте пойдемте дальше. Мы сейчас будем говорить о том, что эта книга состоит из нескольких частей. Если бы, например, сейчас у вас был бы украинский перевод Библии, Библии, Агиенко, или современный перевод Библии, или же текст и на иврите, на английском, я не говорю, короля Якова перевод, а другие, например, новый международный перевод, или еще другой, то вы обратили внимание, что первая часть книги Ио, она построена в виде повествования, то есть в повествовательной форме, как рассказ. И это идет с первой главы первого стиха, и первая глава на это указывает, вторая глава указывает, и и вот наконец уже третья глава с первого стиха, здесь идет поэтическая часть, поэтическая часть, тут перформе, поэзия идет, видите, выделяется, эта часть выделяется, и вот когда мы с вами дальше читаем эту книгу, то уже с третьей главы смотрим дальше, и почти что до самого конца у нас идет поэзия, но завершается книга опять прозой, и я усматриваю в этом определенный смысл, 42 глава 7 стиха и далее идет проза, вы потом будете проверить, подойти ко мне, взять в тонах, который у меня находится, и свериться с этим. Пожалуйста, дальше. И вот когда я рассматриваю эти части, я обращаю внимание на то, что каждая часть как бы раскрывает определенный смысл, вот смотрите внимательно, вот прозаическая такая часть, да, прозаическая часть, то есть первая и третья часть, книга представляет Ио очень смиренным, а вот в поэтической части Ио восстает, он не понимает, он не понимает, что с ним происходит и почему происходит, он восстает, в поэтической части. Дальше, если мы посмотрим еще на один момент, связанный с прозой, то мы видим здесь как бы личную проблему Иова, он лично страдает как бы, а вот в поэтической части здесь рассматривается универсальная проблема праведника, там поднимается вопрос, кто такой праведник и почему он страдает, следующее, если мы делаем сравнение, то прозаическая часть, то есть первая и третья части, мы говорим о избавлении Иова, мы говорим о том, что все хорошо закончилось, и по сути дела, если взять немножечко отрихтовать, отретушировать первую третьей частью, то у нас появится общая история, общая история, но в середине этой общей истории, во второй части, пути Господа, это суверенная тайна, то есть уже делается ударение не на просто избавление Иова, но уже делается ударение на Бога, на тайну, тайну, которую рассматривают друзья Иова, стараются понять ее, объяснить, сам Иов старается это сделать, но ничего не получается, и тогда нужно, что самому Богу являться и разъяснять, рассказывать Иову, чтобы Иов понял, и мы чуть-чуть точно поняли эту тайну и путей Господних, ну и, конечно, имена Бога, прозаической части употребляется имя Яхо, а поэтической части Эль, Эллах, Эллахим и Шадай, то есть так даже можно сказать, что вроде бы вот эта прозаическая часть, она такая еврейская, такая типичная еврейская, а вот середина, ну вроде бы такая, знаете, ближневосточная, ближневосточная, где употребляется именно на территории плодородного полумесяца, то есть от Ирака до берегов Нила, употребляется имя Яхо, Эллахим, Эль вам знакома, да, это обозначение Бога, Бога, часто его выражали как старый Бог, Бог Отец, который создал всех других Богов, Эль, Бог с бородой, Эль, ну, самый высокий, самый первый, Эллах, Эллах, тоже, оно связано с Элем, но это чуть-чуть другое, здесь говорится один одинокий Всевышний, один возносящийся и находящийся один, так вот над всеми, Эллах, Эллахим, ну, множественное число мужского рода, окончание указывает, что это Всевышнее, и это откровение дается нам уже, да, а о Слове, о Отце и Духе Святом, да, или же о Сыне, о Боге и о Духе Божьем. Шадай. Шадай тоже очень интересное имя, переводит, означает грудь, дословно грудь, то есть тот, кто кормит, тот, кто кормит, кормящий, Эль Шадай, да, Всевышний, который посылает и окармливает всех людей своими благословениями, так называется, переводится Эль Шадай, поэтому язычники рисовали иногда и в женском виде, но мы знаем, что это мужского рода, вот, Шадай, то есть кормлящий, то есть, видите, даже набор слов другой, но мы с вами не боимся никаких влияний либерализма, мы с вами фундаменталисты, мы знаем, что это не подделка, а в этом есть определенная тайна, тайна, потому что когда тяжелое время Холокоста читалась эта книга потомками Авраама по плоти, то они читали первую и третью части, и они верили в чудесное воскресенье, чудесное воскресенье из мертвых, если здесь не будет, то там вечности будет, они отождествляли себе с Иовом, ну, а понятно, что многим, которым было близко имена Эль, Аллах, Аллахим, Эшадай, то есть те, которые не были чисто из еврейского народа, но связаны были какими-то отношениями с Израилем, то они могли использовать для себя особое наставление, и здесь мы видим как бы вселенский масштаб в середине, правда, вселенский, то же самое мы с вами рассматриваем опять же книгу Бытие, первая глава, там мы открываем себя Элохимом, да, перед собой Элохим открываем, Боги, Всевышний, который сотворил человека, который сотворил мужчину плюс женщину, тайну откровения и единения, которые должны быть образом этого Всевышнего, но, когда мы читаем с вами со второй главы четвертого стиха второй части, там идет уже речь о Господе Боге, то есть уже Яхве Элохим, и там уже говорится и об именах, которые даны людям, и там уже говорится о взаимоотношениях и отношениях, и это тоже как бы тот намек, который дает Моисей под рукой Святого Духа, что нужно делать Израилю, когда они вышли из египетского рабства, когда они движутся, чтобы у них правильны были отношения на всех уровнях с тем, кто являлся откровением, откровением явившимся в терновом кусте, который выводил и который доведет до обитованной земли. Там тоже идет две эти линии, поэтому первая глава книги Бытия это глава, где раскрывается вселенское благовестие великого поручения, потому что первые люди в первой главе, которые должны быть образом Божьим, должны что? Размножиться по земле и владычествовать над ней. Это вот тот первый вариант великого поручения, обо котором говорит Иисус Христос. И это Евангелие для объединения всех народов, которые вышли вместе с Моисеем и Израилем и с Египтом, чтобы они объединились. Объединились, зная то, что есть единый Бог, Он есть Творец. А вот уже когда мы рассматриваем вторую главу, то мы рассматриваем там уже взаимоотношения Завета. И заповедал, берит, заповедал. Заветное отношение, договор. Здесь идет взросление. Здесь уже не просто благословение, а здесь уже договор, здесь ответственность, здесь нужно развиваться, здесь нужно общаться, здесь нужно иметь отношение с Богом. И не просто внешне Завет, как хозяина с рабом или со слугой, но здесь должно быть отношение как отца и сына. Вот к чему подводил, я думаю, и книги Иова, автор, когда по закону Святого Духа писал сначала прозой, а в середине он писал поэзию. Внешняя часть, это первое, и третье книги, написанная прозой, это книги, которые каждая по себе она самодостаточная. Они самодостаточные, но они делают вызов, они делают вызов, чтобы читатели, они познали Бога как отца, чтобы они познали и оценили, чтобы они выросли в этих отношениях, чтобы Завет стал выше, просто договора, вышестоящего, нижестоящего, но чтобы это было нечто другое, как воспитательный элемент. А вот уже вторая часть, или вторая книга, это уже книга, в которой рассматриваются глобальные вопросы, которые задают люди на каждом шагу. и эта книга дает ответы, кроме одного, если Бог не даст, тайного откровения действия Бога. Что же он думает и что он делает? И тогда мы нуждаемся в том, чтобы получать откровение. Поэтому вторая часть книги Иова, это книга, связанная с откровениями. мы не можем своим умом постичь. Нам нужно откровение свыше. Вы помните книгу Экклезиас, на чем заключается? Царь своей мудростью хотел постичь и своим безумием. И к чему он пришел? Он пришел к заключению, что он находится в черном ящике, где нету ни окон, ни дверей, где он ничего не может определить для себя. Все для него призрачно, как ветер, который подул и ничего не осталось. Как туман, который вроде бы был и подняло солнышко и ничего не осталось. Вот состояние отчаянности и обреченности человека, если нет откровения свыше. Если нет откровения свыше, то и народ не обуздан. Тогда каждый создает свое откровение, точнее, свое знание, свою правду. Поэтому книга Ио во второй части, она формирует правду Божию, истинное откровение. Там рождаются мысли, которые приходят от Бога. Поэтому, когда читаешь диалоги, которые произносят друзья и сам Ио, то в этих диалогах появляются много вопросов. Эти вопросы, они связаны начиная с сердца, сердца человеческого и кончая глобальными вопросами истории человечества. И все это находится под тайной завесы, которая снимается апокалипсисом, откровением, снятием покрывала. Пожалуйста, дальше. Итак, фразеическая часть. Как мы говорим, это чисто независимая, полностью завершенная часть. Давайте мы сейчас посмотрим на первую часть книги Ио. Мы сейчас смотрим только как бы общий обзор. Вы ее помните, о чем там идет речь? Там идет о двух разговорах, которые совершаются на небе. Сначала один, потом другой, по очереди. И эти разговоры находятся на небе. Но каким-то образом, а нам известным, эти разговоры влияют на землю. Ведь там же не только идет речь о том, что пострадал Ио и его семья. Там и происходят определенные события. Там идет великое перемещение народов, там идет какие-то катаклизмы, которые происходят. Но мы прекрасно понимаем, кто за всем этим стоит. Есть ли там Бог? Нет, там Бога нет. Поэтому когда задают вопрос, а где был Бог вот тогда-то? А его там не было. Его там не было, и не надо ему приписывать ничего. Там был или человек, или дьявол. Но Бог не искушает никого злом. там, зло, Бог не существует. Он не знает зла. Он не знает зла. Он не существует там, зло. Его нету. Он ограничен в том месте, где зло. Его там нет. И поэтому мы можем сказать сегодня, что очень важны слова молитвы Отче наш. Да прийди царствие твое. Да будет воля твоя как на небе, так и на земле. Мы призваны приглашать Бога и то волю, которую Он запланировал, чтобы Он мог осуществить. Потому что что свяжете на земле, то будет связано на небе. И в этом заключается смысл вот этой первой части книги. Что есть незримая связь между небом и землей. И по сути дела все это началось из анализа, что происходит на земле, а не того, что происходит на небе. и поэтому наши действия и вхождение в волю Божьей связано с тем, что мы понимаем эту волю Бога, которую Бог влаживает в наше сердце. И мы начинаем молиться, где двое или трое. Помните, мы говорим, сыны должны собраться вместе, Божьи. Где двое или трое, собраны во имя, мы там и я посреди вас. И чего не попросите, то получите от Отца Моего Небесного. И мы взываем, и мы приглашаем действовать Бога, чтобы Бог проявился и ушло зло. Потому что когда Бог приходит, зло нету места. Но если мы самостоятельно действуем и забываем о небе, и между небом и землей происходит великая пропасть, что было сделано во время так называемого просвещения, когда Бога отправили на небо, а человека погрузили глубоко в землю, а в конце концов сделали с него механизм человека-робота, то человек стал одинок, как сказал один философ. Он стал одинок. Небо закрылось, он ограничен, и он вынужден выживать, борясь и в то же время проигрывая. потому что человек, жизнь человеческая таком разу похожа, как говорит одна восточная мудрость, побегу от разъяренного льва, который старается догнать беглеца. И этот несчастный человек бежит, убегает от этого льва, но впереди его пропасть. Что делать? Позади лев, впереди пропасть. Понятно, что он не остановится, он будет прыгать в эту пропасть, но пропасть очень глубокая, а внизу дракон, который открыл свою пасть. И вот он летит и успевает зацепить рукой за кустик, который начинает держаться и повиснувший воздух. Вверху лев стоит, внизу дракон. Но он обратил внимание, что две мышки, которые подтачивают это растение, этот кустик, черная и белая мышка. Полное обречение. Вот состояние, когда остается только земля и небо закрыто. Поэтому какие мы счастливы, что с неба пришла весть Евангелия, что она не зародилась на земле, что Бог проявил эту инициативу, чтобы появился Каусон, который мог бы взять этого человечка и поднять, и понести. Кстати, Каусон назначает в переводе сын царя. король знания, и в то же время сын царя. Поэтому вот так есть выход, есть выход, приходит тот, который не дает упасть в погибель и в то же время защищает нас от этих житейских бурь, этих трудностей, этих болезней, это все того, от чего человек бежит каждый день. И он уже не боится этих двух мышек, не подточит. Он не одинок. И Ио человек, который не одинок, вы помните, да, он верит в Бога, что разве только плохое будем принимать? То есть не хорошее, но и плохое. По сути дела для него плохого нет. До определенного момента нет плохого. У него все в правильном понимании, как Апута Павел сказал, что призванный по его звалению все содействует ко благу. Он понимает связь неба и земли. Он понимает. Поэтому в этой части как раз раскрывается тайна взаимоотношения неба и земли, что они взаимосвязаны, они переплетены. И невольно действительно появляется лестница Якова, по которой поднимаются ангелы и спускаются. Это та лестница, о которой сказал Иисус Христос Нафанаилу, что ты увидишь сходящих и нисходящих ангелов Сыну Человеческому. Но как это могут одновременно быть Христос на небе и на земле? Тайна. Тайна соединения небесного земного Бога человека. По сути дела церковь она тоже небесная и земная. Она посажена на небесах в то же время воинствующая здесь на земле. Взаимосвязанная, неразрывная. И вот в это все заключается вот когда мы с вами изучаем первую часть этой книги. Поэтому это завершенная часть, завершенное произведение. Почему я называю его первой книгой в трех книгах? Это первая весть из первой вести. если мы представим с вами первую весть любви и слово первое как эхад то есть составной единице то в этой составной единице первая часть она заключается в первой главе. Второй главе. Пожалуйста. Итак мы можем здесь рассматривать историю. Историю где вроде бы все земное. Вот вроде рассматриваем ее и какая тут взаимосвязь между небом и землей. Был человек жил в земле Уц был непорочный справедлив богобоязнь удалялся от зла родились у него семь сыновей и три дочери был богатым известным среди всеносвязь востока самым известнейшим знаменитейшим его дети вместе сходились и праздновали то есть они дружили между собой Ио был богобоязненным человеком поэтому он совершал молитвы ходатайствовал принося жертвоприношения за своих детей все до 5 стиха спокойно правда спокойно вроде бы ничего особенного нет но дальше сказано и был день и наступил йом то есть особый день так само как в Израиле есть особый день да день покаяния ион кипур да день очищения особый день то есть есть другие праздники но этот праздник особенный праздник потому что в этот праздник раз в освящении входил во святое святых чтобы совершить ходатайствование за весь Израиль чтобы один козел был отпущен как зазели в пустыню а другой был принесен в искупление за Израиль это была особая свобода предвозвращающую вечную свободу как для Израиля так всего человечества и был день и все поменялось нет ничего не поменялось но этот день связан с небом вы представляете время связано теперь с небом а его об этом ничего не знает никто ничего не знает день этот это особый день но на небе он особо отзначен на земле он незаметный как все календарные дни поэтому празднически все идет хорошо спокойно но если бы не ключевые слова если бы не ударные слова и был день это мы рассматриваем 6 стих 1 главы и в то же время мы можем с вами рассматривать и следующие слова которые уже касаются ситуации которые произошли в жизни Ио и его семьи 13 стих и был день это было что-то невероятное когда сыновья его и дочери его ели вино и пили в доме первородного брата своего как всегда вроде бы но это был день траура день траура и был день когда подписали закон о холокосте и уничтожении Израиля и был день казалось никакой никто об нем не знал но было решено и был день о котором Бог знал Сатана знал но люди не знали и дальше мы тоже с вами читаем вторую главу был день неизвестный небесный день связанный с землей и вот когда мы с вами читаем 7 стих 2 главы здесь уже не говорится о никаком дне и отошел Сатана от лица Господня и поразил его проказу лютую до подошвы ног его до самой темы его для Иова уже ничего не удивляло для него не было изменений ведь нету контраста он уже вошел в это состояние боли он перенет первый этап боли потом второй этап боли и так далее и когда уже его лично коснулось он уже был готов он прошел закалку я думаю что если бы Иов сразу же получил бы удар по своему телу ему намного было бы сложнее чем пройти вот все то в чем он уже выстрадался потому что потерять детей как мы говорили помните это самое больное самое болезненное это был пик его боли а уже остальное было производное и поэтому дьявол не понимал этого потому что он не имел сыновьи сыновьих и отцовых чувств он не понимал что уже он проиграл и что уже не нужно было второго раунда победа совершена была первый день в день страдания а это уже было просто как приближение к триумфу период раунда Продолжение следует...